Ну что, друзья, настало время к шестому занятию в рубрике о бизнесе. И это занятие называется маркетинг план. Настало время рассмотреть маркетинг план компании Atomi. То есть до этого мы рассматривали его по кусочкам, по составляющим. Давайте подытожим все то, что мы рассматривали в предыдущих роликах. Так, с самого начала. Маркетинг план в Atomi реализован по бинарной структуре. Под каждого человека максимально можно зарегистрировать только двух людей. Напрямую под каждого человека. Если это вы, то это партнеры один и два. Таким образом, каждый человек начинает на равных условиях. Вы номер один в вашей потребительской сети. Вы номер один в вашем бизнесе. Именно с вас все начинается. Все, что делают партнеры, которые находятся под вами, учитывается для вас на сто процентов. Неважно, на какой глубине, на какой ширине появляются у вас партнеры. Все, что они делают, это сто первый партнер, учитывается для вас на сто процентов. Весь их товарооборот, все их усилия, каждое их действие, каждое их слово. Именно поэтому в компании может преуспеть каждый. Потому что даже если у вас, скажем так, условный коэффициент ваших способностей низкий, ну, например, один. Условно. Может быть, не у вас, но у вашего партнера. А для достижения успеха необходимо, чтобы было, скажем, сто. Чтобы коэффициент превосходил сотню. Но у каждого вашего партнера тоже будет какой-то свой коэффициент. Два, четыре, пять. И все эти коэффициенты складываются. Они все прибавляются к вашему. И рано или поздно, когда ваша команда растет, она будет неизбежно расти. Ваши способности увеличиваются. И рано или поздно вы достигаете этой критической массы, когда у вас уже идет такой рост, что вас не остановить. У нас бесплатная регистрация, как вы знаете. Продукция замечательная, поэтому структура не может не расти, если вы продолжаете этим заниматься. Самое главное в нашем деле – это разобраться, что к чему, понимать, как это все работает, посмотреть все видеоматериалы с первой рубрики и с четвертой, и с третьей. В принципе, посмотреть все наши видеоролики на нашем канале. Тогда у вас должно сформироваться понимание, как все это работает. Тогда вы обязательно добьетесь успеха. Самое главное, чтобы у вас было желание действовать и идти вперед и не сдаваться. Как мы получаем деньги? Мы участвуем в глобальном товарообороте и получаем в процентных долях часть прибыли, которую получает компания. 44% мы получаем по групповому товарообороту, который проходит в левой и правой ветке. 20% мы получаем по рангам, которые мы закрываем. И 6% прибыли распределяется между руководителями образовательных центров за тот товарооборот, который проходит через их центр. В компании 5 уровней дистрибьюторства. Первый уровень дистрибьюторства называется торговый представитель. И это своеобразная активация на бизнес. 10 тысяч личных баллов. И еще существует 5 уровней дистрибьюторства. Агент, спецагент, дилер и эксклюзивный дистрибьютор. Подробнее о уровне дистрибьюторств вы можете узнать в предыдущих видео. Помимо этого у нас есть 7 уровней бинарных шагов. Начиная от 300 тысяч баллов групповых. Заканчивая на 7 уровне 50 миллионами баллов. И 7 рангов компании. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Начиная с мастера продаж до империал мастера. Более подробно о бинарных шагах и рангах компании вы можете посмотреть в предыдущих видео. Таким образом наш заработок согласно нашему уровню дистрибьюторства складывается из двух основных величин. Те ранги, которые мы закрываем в наши квалификационные периоды два раза в месяц. И те бинарные шаги, которые мы закрываем ежедневно. Эти две величины складываются и в целом формируется наш заработок. Приятно отметить то, что здесь компании для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, необходимо помочь партнерам зарабатывать хорошие деньги. Именно поэтому мы преследуем эти цели. Это одна из основных причин, но и не единственная, почему мы стремимся помогать нашим партнерам. Помимо этого это просто приятно, когда ты работаешь не только ради денег, а работаешь ради успеха всех партнеров. Еще раз, ваш заработок в месяц равняется. Это ваш мастерский бонус плюс ваш структурный бонус. И если наш заработок составляет около 15 тысяч долларов, будучи стармастерами, тут может быть 12, 13, 14, 15 тысяч долларов, то наша команда по грубым подсчетам зарабатывает более 200 тысяч долларов. Это очень приятно, то, что люди зарабатывают. При этом никто денег не теряет и не разочаровывается компанией. Что-то здесь потерять невозможно. Здесь возможно только проинвестировать, но если человек делает инвестицию, то он делает это в здравом уме из своего понимания и своих целей. Если у человека есть понимание, то любые инвестиции всегда оправданы. Если понимания нет, то инвестиции могут привести не к тем результатам, которые человек хочет прийти. Стоит здесь отметить то, что вложения финансовые в маркетинг плане, они не требуются. Можно добиться максимального результата без вложений. Но это не значит то, что вложения не приветствуются. Если человек может что-то вложить, может быть на пробники, на подарки, это всегда оправдано. Мы на протяжении всего первого года работы вкладывали весь наш доход, который мы получали от компании в развитие структуры. Мы вкладывали даже больше, чем мы зарабатывали. Именно это помогло нам выйти на уровень, на тот, на котором мы сегодня находимся, так быстро. Но это не значит то, что все должны так работать. Каждый человек выбирает тот способ, по которому он будет идти по маркетинг плану и добиваться тех результатов, которые ему комфортны в комфортное время. Можно ничего не вкладывать, это абсолютно правда, и можно добиться максимальных результатов, но на это может понадобиться больше времени. Если у вас нет ресурсов, чтобы вкладывать деньги в компанию, чтобы покупать продукцию, чтобы делать подарки, осуществлять какие-то акции, компания от вас этого не требует, от вас не требует этого маркетинг план. Но вы должны понимать, что возможно тогда вам понадобится больше времени и усилий. Но тем не менее вы можете добиться максимальных результатов. Мы наблюдаем это тоже много-много раз, потому что многие из наших лидеров не делали никаких вложений, но добиваются очень хороших результатов. Теперь давайте рассмотрим, наверное, один из последних моментов в маркетинг плане. Это что же такое множитель. В предыдущем видео по бинарным шагам мы рассматривали то, что за... Давайте все бинарные шаги я распишу. Если за бинарный шаг первый уровень 300 тысяч баллов, вы можете получить либо 5, либо 15 множителей. Далее второй бинарный шаг, 30 множителей и так далее. И максимальное количество множителей за бинарный шаг в 50 миллионов баллов – это 300 множителей. Что такое множители и как они высчитываются? Смотрите, множители или коэффициент. Я вот люблю рассматривать эти понятия отдельно. Кто-то их складывает и говорит, что множитель и коэффициент – это одно и то же. В принципе, большой разницы нет. Мне удобно считать как? В принципе, коэффициент равен одному множителю. При этом коэффициент равен вот эти 44% прибыли, которые проходят в компании. 44% прибыли делится на сумму всех множителей в мире. И этот коэффициент считается еженедельно. Представьте, за неделю проходит какой-то товарооборот по всему миру. Из этого товарооборота высчитывается общая прибыль. Из этой прибыли высчитывается 44%. При этом все партнеры по миру закрывают какие-то бинарные шаги. За каждое закрытие бинарного шага то или иное количество множителей копится на счету. То есть у вас за неделю, скажем, накопилось 300 множителей условно. Вы закрыли какие-то шаги по 30 множителей, какие-то по 90 множителей, например. У вас 300 множителей. И каждый партнер, кто закрывал бинарные шаги, у него тоже какое-то количество множителей есть. У кого-то это всего лишь 5 множителей, у кого-то 15, у кого-то 30, у кого-то еще больше. И все количество множителей всех партнеров в мире складывается, и вот получается вот эта величина. И в среднем коэффициент для удобства мы считаем около 4 долларов. Почему в среднем, почему для удобства? Потому что 4 достаточно удобная величина, она близка к правде. Но здесь есть такие понятия, как инфляция, внутренние курсы валют, конвертация и прочее. В каких-то странах это может быть чуть меньше, в каких-то странах может быть чуть больше. И каждую неделю есть небольшая разница, там флуктуация от 10%, там плюс-минус 10%. Этот множитель, коэффициент, он прямо пропорционален тем множителям, которые закрывают партнеры. Тем множителям, которые закрываете вы. Чем больше множителей вы закрываете, тем больше товарооборот, потому что это все связано. И тем больше, соответственно, прибыль. И поэтому это значение, это соотношение в примерном находе со врановесии. От чего оно зависит, от чего оно может меняться, от того, насколько эффективно люди закрывают бинарные шаги. От того, насколько больше потребителей по отношению к дистрибьюторам и наоборот. В среднем это примерное равновесие держится на протяжении двух лет, что мы работаем. И мы наблюдаем, что коэффициент из недели в неделю примерно одинаковый. Далее, когда вычитывается коэффициент, то количество множителей, вот вы закрыли, допустим, 300 множителей, умножается на этот коэффициент. То есть умножается, например, на 4 долларов и получается ваш доход, там 1200 долларов примерно. Вы получаете еженедельно. Доход за бинарные шаги вам начисляется каждую неделю во вторник. Причем не за прошлую, а за позапрошлую неделю. Это важно понимать, что если вы закрыли бинарный шаг, вы не увидите эти деньги на следующей неделе, вы их увидите через неделю. Потому что таким образом компания делает перерасчет. Почему сделано так? Во многом потому, что в компании предусмотрена такая система равнения бинарных шагов. Когда вы осуществляете покупку, если вы обращали внимание, вы можете выбрать дату покупки. Дату, когда сядут баллы. И это плюс-минус один день. Если сегодня вторник, вы совершаете покупку, вы можете выбрать сегодняшний день вторник, вчерашний день понедельник и завтрашний день среду. Таким образом, вы можете, если у вас, допустим, на вчера не хватает немножко баллов, закинуть баллы на вчерашний день. Если вчера у вас бинарный шаг закрылся, вы можете закрыть на сегодняшний день, закинуть эти баллы. Если сегодня закрылся бинарный шаг, то на завтрашний день закинуть. Это позволяет вам соблюдать некую гибкость при закрытии и фиксации выравнивания бинарных шагов. Именно поэтому, чтобы не было никаких недоразумений, все выплаты, на мой взгляд, выплачиваются не на следующей неделе, а через неделю, когда компания, когда программа делает этот перерасчет. Этот инструмент важен для понимания. Если для начала это непонятно, когда вы начнете закрывать бинарные шаги, вы будете этим очень успешно пользоваться. И теперь, внимательные слушатели, кто смотрел предыдущие ролики, наверное, помнят, что я говорил, что хорошо, что сгорают лишние баллы. Давайте обратим внимание. Посмотрим. Когда вы закрываете бинарные шаги маленького размера, у вас могут десятки тысяч баллов сгореть. Ну, максимум 100 тысяч баллов может сгореть. Может быть, чуть-чуть больше. Ну, примерно 100 тысяч баллов – это условный такой максимум, минимальный максимум, который у вас может сгорать. 100 тысяч баллов. Смотрите. Теперь, на уровне Стармастера у нас в один день прошел такой бинарный шаг. В левой ветке у нас прошло 22 миллиона баллов. Я округляю. В правой ветке у нас прошло 18,5 миллионов баллов. А теперь поставьте видео на паузу и посчитайте, сколько баллов у нас сгорело. Давайте посмотрим. Бинарный шаг, который у нас закрылся, при этом 6 миллионов баллов. Потому что следующий бинарный шаг – 20 миллионов баллов. В левой ветке у нас получается сгорело 16 миллионов баллов, в правой ветке 12,5 миллионов баллов. У нас сгорело в сумме 28,5 миллионов баллов. Но нам не было обидно, потому что мы знаем, что эти баллы на самом деле никуда не сгорают, что эти баллы идут в групповой товарооборот глобальный, в эти 44%. И чем больше баллов сгорает у нас, тем больше вклад мы вносим в эти 44%, тем больше вклад мы вносим в то, что коэффициент увеличивается. Чем больше баллов сгорает у людей, тем больше становится коэффициент. И тем больше возможностей у как раз-таки новичков зарабатывать деньги. Если вы проанализируете хорошо, как построена наша система бинарных шагов, то вы поймете, что это все сделано как раз-таки для новичков. Потому что у лидеров, у них сгорают, вот уже у нас, да, десятки миллионов баллов сгорают. У империал мастеров там скорее всего сгорают сотни, может быть миллиарды баллов. Таким образом, все, что есть в системе, все, что есть в маркетинг-плане, все, что предусмотрено в нашей бинарной структуре, построено для вашего успеха. Поэтому маркетинг-план очень важен для понимания. И очень важно разобраться в нем, потому что если вы разберетесь в маркетинг-плане как следует, то его очень сложно не полюбить. Насколько это справедливая система, насколько здесь все продумано, насколько она устойчива от внешнего воздействия, от всяких недоброжелателей. И то, что здесь действительно каждый получает по заслугам. И неважно, на какой глубине вы оказываетесь, во-первых, вы можете обогнать тех, кто находится выше вас. Во-вторых, вы можете догнать тех, кто находится на самом верху. Потому что есть некий предел. И любой из нас на сегодняшний день может стать империал-мастером, потому что рынок еще не занят. И мы находимся в очень важное время, когда спать дорого, нужно работать. А чтобы работать и приходить максимально успешно и быстро к тем целям, которые вы перед собой поставили, нужно хорошо понимать маркетинг-план. Если у вас не получается пересказать содержание всех этих шести частей, о которых я рассказывал, то моя рекомендация – пересмотрите их еще раз. До тех пор, пока вы не сможете уже рассказывать самостоятельно, на своем языке, когда у вас будет полное понимание, как все это работает. И бинарная структура, и бинарные шаги, и уровни дистрибьюторства, ранги компании, распределение денег, подсчет коэффициента, прибыль. Почему то, что баллы сгорают – это хорошо? Почему трапеция – это лучшая фигура в мире? Вам все эти понятия нужно очень-очень хорошо понимать. Если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Я отвечу на все ваши вопросы. И если вы все еще до сих пор этого не сделали, то обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и изучайте маркетинг-план. У вас все получится. В следующем видео мы рассмотрим очень важную тему – эффективную модель построения структуры.